Исправно работала одна из точек общепита на пляже Якоби в Иркутске и наверняка приносила хороший доход своему владельцу, особенно в жаркий период. Но выяснилось, что кафе было установлено незаконно. Это установили сотрудники антимонопольной службы региона. Кто теперь будет сносить спорную постройку, узнает Ксения Бутина. Посетить это кафе с видом на ангару в Иркутске теперь не получится. Антимонопольная служба региона признала его размещение здесь, на пляже Якоби незаконным. По утверждению ведомства, власти города предоставили предпринимателю разрешение на постройку торговой точки без специальной и общеобязательной процедуры торгов. В Российской Федерации действуют два закона. Это 223 закон и 44 закон, который, собственно, по сути регулирует порядок проведения торгов. Торги это возможность заключения договора каким-либо лицом, предпринимателям, ИП, ООО, неважно какой организационной правой формы именно с государством в лице определенных администраций, Иркутска, области, еще каких-либо госучреждений. Проверить законность размещения кафе на пляже попросил один из предпринимателей Иркутска. Тогда надзорный орган и провел проверку. По ее итогам выяснилось, что администрация нарушила закон о защите конкуренции. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. В меню на сегодня тишина. Кафе, которое незаконно установили, до сих пор стоит на своем прежнем месте. Хотя, по факту, его должны были демонтировать. Когда начнутся работы, неизвестно. Но что точно, так это то, что ликвидировать точку общепита необходимо до 1 октября. В администрации Иркутска о ситуации знают. И нарушения власти намерены устранить в ближайшее время. В связи с отменой распоряжения на выдачу разрешения на использование части земельного участка, собственник обязан демонтировать объект в течение 30 дней. В случае неисполнения демонтажом займется администрация. А еще раньше должны были убрать аквапарк, который также находится прямо здесь. В июле этого года прокуратура после проверки установила, что владелец места отдыха не только нарушил правила пользования, предоставленным наделом, но и вышел за пределы своего участка. Демонтировать аквапарк должны были еще до конца прошлого месяца. Пока все постройки и оборудование стоят на месте. Правда, аквапарк не работает, по крайней мере, сегодня. Ксения Бутина, Андрей Назаров. Новости по будням.